Друзья, всем привет. Хорошая новость из Мексики. Мексиканская стена строится. Дополнительно в этом году выделено 200 миллионов долларов. Таким образом, Трамп выполняет свои предвыборные обещания. Финансирование поступит из бюджета Министерства обороны, которые предназначались для сдерживания российской агрессии на территории Евросоюза и должны были распределяться всего 545 миллионов среди стран-участников Евросоюза Норвегии, Германии и Испании, передает агентство Bloomberg. Какое это отношение имеет к нашей компании и к другим компаниям, которые легально и официально помогают гражданам Средней Азии, СНГ эмигрировать в США через Мексику? Самое прямое. Итак, друзья, давайте посмотрим, что будет, когда построится мексиканская стена. Первое. Останавливается нелегальный трафик. Для вас. Вы приезжаете в Мехико-сити в аэропорт или Канкун из-за границы, вас никто не останавливает, вы беспрепятственно доезжаете до Тихуана или Мехикали и подаете на политическое убежище даже с паспортом Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Украины, Беларусь и так далее. Иммиграционные суды полностью разгружены. Ваше иммиграционное дело попадает в суд, проходит 1-2 месяца, и через это время вы получаете статус асайлум. В настоящее время более 80% граждан Мексики, Латинской Америки, находящихся в ожидании в дотейшн-центрах, это люди, которые попали в США нелегально. Меньше людей на границе. Например, в Тихуана, в Сан-Исидро или в Эль-Чапарал вы приезжаете и сразу подаете на убежище. Почему сейчас там много людей? Потому что кто-то приезжает, пытается сначала сделать это легально, у него не получается, и после этого он ищет возможность пересечь границу Соединенных Штатов нелегально. То есть людей на границе будет меньше, вы будете приезжать, как это было 3 года назад, когда мы начинали делать свои первые видеоролики, которые, кстати, есть в плейлисте на нашем YouTube-канале. Рекомендую вам посмотреть, это 2017 год, начало. Отвечу на вопрос, почему мексиканцы не могут попросить политическое убежище на границе, как это делают граждане Средней Азии и СНГ. Потому что Мексика признана безопасной страной. Мексиканец, который придет на границу и попросит официальное политическое убежище, 99% что он его не получит, потому что оснований у него нет. Для граждан СНГ и Средней Азии основания есть, потому что если вы возьмете отчеты правозащитных организаций за 2019 год, увидите, что там происходит, какие у нас проблемы, это реально можно использовать для политического убежища в Мексике. В лучшем случае, в худшем случае, вы получите висхолдинг оф римовал, защита от депортации, или поедете в Мексику ожидать весь процесс в приграничном городе Тихуана или в Мехикале. То есть вы будете в Мексике, и иммиграционный суд будет у вас в США, но прямо в приграничном городе, например, в Сан-Диего. Такое бывает, когда у людей нет реальных оснований, нет угрозы безопасности жизни и здоровья. Офицер принимает решение направить заявителей в Мексику для ожидания. Конечно, лучше всего подготовиться заранее, находясь на родине. Справки, документы, доказательные базы, все это у вас должно быть, плюс история, плюс переводы, формы. То есть вы приезжаете на границу уже с пакетом документов, и тогда вопросов у вас не возникает. Друзья, готовьтесь к эмиграции в США через Мексику заранее. Это ответственный процесс, это не альтернатива визе. Не нужно думать, что если вам дали отказ визе, вы сейчас поедете в Мексику и сразу же окажетесь на территории Соединенных Штатов Америки. Здесь должна быть подготовка, здесь должны быть реальные основания, здесь должен быть страх и так далее. Все это является как раз процессом подготовки к политическому убежищу, и все это у вас должно быть. Пакет документов, переводы, формы, доказательные базы и так далее. Если вы приехали один, вы попадаете в дотейшн-центре. В дотейшн-центре вы находитесь от двух месяцев. Бывает, конечно, быстрее. У нас рекорд четыре недели. Парень из Казахстана, и после этого вышел под поручительство своих знакомых с паспортом Америки. Их было несколько человек. Если вы приехали с семьей, несколько недель вы будете находиться в распределителе. Раньше все было быстрее, но сейчас вы сдаете тест на коронавирус, и в течение 14 дней находитесь именно в этом учреждении. После того, как тесты получены, все нормально, вас отправляют к вашему поручителю для ожидания миграционного суда. В то место, где живет ваш поручитель, город или штат. Друзья, если вы запланировали миграцию в США через Мексику, доверяйте профессионалам, готовьтесь заранее, обращайтесь, наши контакты в описании под видео. Всем удачи, пока. Как вас зовут? Вилхон. Сколько здесь находитесь? Десять дней уже. Это Конкун? Да. Когда въезжали в Мексику, были какие-нибудь проблемы? Нет, никаких проблем не было здесь. Все хорошие, люди тоже нормальные. Когда проходили границу здесь в аэропорту, останавливались, задавали вопросы, куда едете и так далее? Да, один раз спросили, сколько день будет здесь, я сказал десять дней. Вы приехали из Узбекистана? Да. Понятно.